А вы в курсе, что на отрасль сельского хозяйства в этом году направили 1,2 млрд рублей? Таких мер поддержки нет ни в одном субъекте страны. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Кубани. Но сегодня мы поговорим о развитии отрасли сельского хозяйства. Сегодня это одна из приоритетных отраслей для экономики региона. Так, например, Краснодарский край – один из лидеров по производству молока в России. А в его переработке и вовсе занимает первое место в стране. Больших успехов удалось добиться и в растении водстве. Один из примеров – не менее половины всех яблок в России сегодня выращивают в Краснодарском крае. Недаром стенд Кубани на профильной выставке «Золотая осень», которая проходит в Москве, в прошлом году завоевал гран-при. У нас есть сюжет с выставки этого года. Давайте посмотрим. Портрет Менделеева в буквальном смысле нарисован всеми цветами на стенде уральцев. Кузбасс выдрузил в павильоне глыбу угля, которая как бы намекает – промышленный регион готов засиять новыми гранями, раскрыть свой аграрный потенциал. Но даже в таком ярком окружении, безусловно, выделяется экспозиция Краснодарского края. Она – одна из самых больших. Больше ста квадратных метров, почти полторы сотки, как сказали бы аграрии. Делегацию Краснодарского края на «Золотой осени» в Москве возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. В этом году на выставке свой сельхозпотенциал регион представил не только в виде выращенных овощей и произведенной продукции. В инвестпортфеле края целый пакет интересных предложений. Например, первый в стране центр селекции коров может появиться на Кубани. Об этом проекте глава региона сегодня даже рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Как отметил Вениамин Кондратьев, сегодня в Краснодарском крае ощущается дефицит качественного молока. Центр генетики крупного рогатого скота позволит разводить высокопродуктивные породы. Разместить его планируют в Усть-Лабинском районе. Однако для дальнейшей реализации проекта необходима поддержка правительства страны. Есть 40 тысяч средств, согласен, минимум 8 тысяч. После подготовят предложения, посчитают. Будущий генетический центр крупного рогатого скота – это своего рода лаборатория ЭКО для коров. Там смогут выводить самые разные породы, при этом все телята уже гарантированно родятся здоровыми. Это позволит значительно увеличить поголовье молочного стада и снизить зависимость от импорта. Ведь уже к 2030 году Кубань планирует выйти на производство молока не менее чем 2 миллиона тонн в год. Это почти в два раза больше, чем сейчас. Сегодня Кубань – один из лидирующих регионов по производству животноводческой продукции. Мы вторые в России по производству молока и занимаем первое лидирующее место по его переработке. Но надо признать, что сегодня наши перерабатывающие молочные предприятия мы обеспечиваем собственным молоком только на 50%. Конечно, сегодня стратегическая задача – это дальнейшее развитие животноводства. Вот того самого молочного поголовья, которое и даст, вот те недостающие 50% молока. Сегодня удалось получить поддержку Дмитрия Анатольевича Медведева по различным вариантам финансирования настоящего инвестиционного проекта для того, чтобы в крае появился уже наш собственный центр селекционно-генетический для получения собственного поголовья, дойного поголовья, которое сегодня так необходимо к дальнейшему развитию агропромышленного образа. Не менее важный для Краснодарского края проект – закладка яблоневых садов. Соглашение с инвесторами глава региона сегодня подписал во время работы форума. Согласно документу, на Кубани появится 3,5 тысячи гектаров садов суперинтенсивного типа. С каждого гектара планируют собирать не менее 60 тонн плодов. Уже сегодня Краснодарский край выращивает практически половину всех яблок в России. Такой рывок удалось сделать за последние три года. Кубанские продукты постепенно вытесняют импорт и сами становятся экспортными. В первую очередь мы вытеснили иностранные продукты с наших полок, заместили их нашими. Такой ассортимент очень большой. Пример, если взять томатная паста, которую мы все помним, что она была с Израиля, с Азербайджана. Сегодня это уже из кубанских помидоров сделано полностью. И самое главное, что она сегодня, баночка гораздо дешевле, чем покупается из-за рубежа. Следующий этап мы видим в том, чтобы выйти уже со своими продуктами переработки на экспорт. И с этим мы тоже начали такую большую работу и видим результаты. Мы выходим сегодня не только с зерном. Мы выходим с продуктами переработки. Сегодня и мука идет у нас на экспорт. Сегодня Кубань успешно экспортирует подсолнечное масло, сыр, мороженое. Наши вины закупают 14 стран мира. Страна должна наращивать поставки за рубеж. Об этом много говорили в первый день форума. Особую роль в последнее время играет даже не экспорт сырья, а экспорт продукта в глубокой переработке. То есть мировой рынок готов платить больше не за кукурузу, а за ее производные. Глютен, патоку, мальтодекстрин, это заменитель сахара. Проект подобный уже был успешно реализован в Краснодарском крае на Гульдевическом крахмальном заводе. Предприятие сейчас закрывает потребности России. А когда производство вырастет вдвое, начнет поставлять продукт на экспорт. В Краснодарском крае действует краевая целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Она включает целый ряд подпрограмм. Это развитие растений водства, животноводства, устойчивое развитие сельских территорий, развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, развитие рыбохозяйственного комплекса, виноградарства и виноделия, а также стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Ну и благодаря такой поддержке краевых властей, желающих заниматься сельским хозяйством, в Краснодарском крае становится все больше. Например, на традиционной ежегодной выставке достижений сельского хозяйства «Кубанская ярмарка» в этом году приняли участие более 800 фермеров. На агропромышленной выставке было отмечено, что сегодня местные товары активно вытесняют зарубежные. Сегодня в крае успешно импортозамещают даже ту продукцию, которая еще пару лет назад считалась для нашего региона экзотической. О Кубанской ярмарке, которую по масштабам уже сравнивают с «Зеленой неделей» в Берлине, наш следующий репортаж. Приходите к нам, чтобы выпить настоящий погодаевский сочинский чай. Пробуйте колбасы из Денского района, вкусно все очень. Копченые, вареные, жареные. Подходите, пробуйте с Крымского района, из натуральной продукции, кисломолочная продукция. Всем, чем богата Кубань в одном месте, представить свою продукцию на ярмарке для каждого района большая честь. Натуральные продукты, свежие и спелые. И как тут можно пройти мимо? Это самый вкусный павильон. Колбасы, рыба, сырые напитки. Чуть дальше находятся овощи и фрукты. И это все можно не только купить, но и попробовать. Вот, например, свежая кубанская клубника, прямо с грядки. Аромат у нее, ну, очень манящий, а по вкусу, по вкусу также не подводят. Вот такую ягоду можно выращивать дома на подоконнике. Фермер Владимир Андропов обещает, урожай будет круглый год. Прямо с грядки на прилавке кубанской ярмарки он привез рассады клубники разных сортов. Шарлотта, Маэстро и Ирма. А вот Андреас явно оценят городские жители. Вот, пожалуйста, посмотрите, красота. Вы посадили землю у себя в горшочке, ну, можно два кустика посадить. И выращиваете. В течение этого времени вырастут цветоносы. Вон, посмотрите, какая клубника. Если вы понюхаете, это что-то такое, это Шарлотта. Более 800 фермеров предлагает свою продукцию. Каждый старается удивить вкусом и подачей. Неизменно одно – качество. За него ратуют каждый. Это мороженое джелата. Мы его делаем в Ейске. Наш принцип такой. У нас нет мороженого из вчерашнего молока. У нас всегда все сырье свежее, продукты свежие. И все всегда вкусное. Колбаса из мяса, между прочим. Без никаких добавок, улучшителей вкуса и всяких там предвкусителей. Все натурально. И мы боремся за натуральные продукты питания, выращенные на Кубани. В этом году агропромышленная выставка поделена на 12 зон. Это все, что производят на Кубани. Вино, мед, копчености. На площади 3,5 гектара место нашлось птицам и крупному рогатому скоту. Городы перемещаются по стойлу Грегор, Сатир и Люси. Коза необычной расцветки не только привлекает внимание, но и имеет высокую продуктивность. Однако нубийская порода пока не так популярна в нашей стране. Молоко не имеет послевкусия. То есть у молока нубийских пород имеется просто сливочный вкус. И также продукция, которая изготовлена с этого молока, даже когда вы кушаете бутерброд с сыром, с горячим чаем, то ощущается всегда привкус сыра. По торговым рядам прошел и губернатор края. Вениамин Кондратьев посетил на ярмарке все три павильона. Пообщался с продавцами и попробовал настоящие кубанские делькатесы. Такие, например, как сушеные арбузы. Никого уже не удивляет, что местные товары буднично и незаметно вытесняют с прилавков зарубежные продукты. И даже такие экзотические, как мидии и устрицы, в Краснодарском крае успешно импортозамещают. С Деноморским выращиваем, сами с Франции покупаем малька, здесь выращиваем, три года растет, два с половиной, три лет. Друзья, это долгие деньги, по большому счету. Единственное, что, конечно, они окупаются потом или нет? После двух с половиной лет. Ну, окупаются, конечно. Эта продукция обречена быть нашей, черноморской. Потому что тот санкционный режим, который есть, он, конечно, не позволяет теперь этим устрицам к нам приезжать из заморских стран. А для вас это как раз вот та огромная ниша, которую вы можете занять. Как бы ни было, мы вчера не могли даже и подумать, что наши мидии, наши устрицы будут нашими. А сегодня они еще вкуснее, потому что они наши. Другой вопрос. А сегодня мы можем, в самом деле, поставлять и ким-стороны, и, я уверен, завтра и в сети. Участие в кубанской ярмарке в основном принимают представители малого бизнеса. То есть те, кто сам выращивает, сам собирает урожай, сам занимается его переработкой. Это небольшие крестьянско-фермерские хозяйства и семейные предприятия. За их развитием стоит будущее агропромышленного комплекса региона. А это, в свою очередь, скажется и на стоимости кубанских продуктов, рассказывает губернатор. Посетителям ярмарки в ответ на их предложение заморозить цены. Моя задача не снизить цены, а сделать больше производителей. Чем будет больше производителей, тем будет больше конкуренции. И они вынуждены будут сами свою цену чуть-чуть снижать. Ну чуть-чуть. А вот если снижать цены административно, неправильно. А правильный путь – создать условия, чтобы больше было всех ростов товаропроизводителей. У прилавков ажиотаж. Спешки купить все самое качественное и вкусное. Люди с разных точек не только края, но и России толкаются тележками. Для многих покупателей уже традиция – делать покупки на аграрной выставке. Я, во-первых, приехала из Казани, и поэтому я впервые на этой ярмарке, конечно, глаза разбегаются. Купила масло, купила овощи. Спасибо большое. Впечатляет, очень впечатляет. Купили, мясо купили, виноград купили, рыбу купили. Вот это хорошая ярмарка. Пока все очень нравится. Уже набрали и мясо, и чаев, и рыбу, и сыра. Так что на этом, думаю, еще не закончится все. Очень понравилось, очень. Каждый год мы все, рыба, пиво, сыр, ну все, что вкусное, все мы берем. Колбаса из мяса, между прочим. Без никаких добавок, улучителей вкуса и всяких там предвкусителей. Все натурально. И мы боремся за натуральные продукты питания, выращенные на Кубани. Кубанскую ярмарку сравнивают с зеленой неделей в Берлине. Мы действительно приближаемся к таким масштабным показателям. Сегодня ярмарку посетило десятки тысяч человек. И с каждым годом ее популярность только растет. Дать возможность местным фермерам торговать тем, что вырастили сами, это одна из приоритетных задач, отмечают в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края. Но это же задача, прописанная в краевой целевой программе развития отрасли. Об этом также всякий раз напоминает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и ставит задачи в рамках рабочих визитов в районы края. Предлагаю посмотреть сюжет из Лобинского района. Там Кондратьев осмотрел так называемые фермерские дворики, которые фермерам обеспечивают гарантированный сбыт продукции, ну а покупателям качественный продукт без посредников и наценки. Все овощи и фрукты на этой ярмарке действительно самые свежие. Ведь на прилавок они в буквальном смысле отправились прямо с грядки. Фермерский дворик в Лобинске открылся всего пару недель назад. Торговать здесь могут исключительно местными продуктами. Картофель, огурцы, томаты, молоко, сыры, мед. Только то, что вырастили и произвели в районе сами фермеры. Своими успехами в торговле делятся с главой региона. Говорят, от покупателей просто отбоя нет. Насколько вам, в первую очередь, удобно на фермерском дворике реализовывать свой продукт? Наш клиент очень доволен, потому что здесь у нас есть парковка в свободном доступе. У нас график работы шикарный. Мы работаем с 8 до 7. Это очень людям удобно. Мы работаем без выходных, без перерывов. Плюс ценовая политика. Люди устраивают, поэтому все очень довольны. Абсолютно верно, Галиш. Две задачи. Первая – это вам максимально обеспечить гарантированный сбыт. У вас должен быть свой угол, где вы всегда сможете сбывать свой продукт. А вторая задача – это у жителей, напрямую у вас, у производителей, покупать то, что вы производите. Выращиваете или делаете, в том числе сыр или молочные продукты по цене производителя. Как бы мы ни говорили, но любые торговые сети – это посредник. И кому нужно, он придет к вам. Купить натуральное, в первую очередь. Экологически чистое – это однозначно. Но и доступное по цене. Создание целой сети таких фермерских двориков – поручение губернатора края. Выгодать действительно должны обе стороны. Одни получают экологически чистые продукты, которые стоят заметно дешевле. Вторые могут быть уверены, что продадут выращенные овощи. На этом дворике в Лобинске сейчас 20 торговых мест. Ни одно не пустует. Среди местных жителей ярмарка уже очень востребована. Впрочем, приходят сюда не только за свежей зеленью, но и за хорошим настроением. Я на дворике торгом. Молодею с каждым днем. Не страшна мне суета. Торговать буду до суда. Такие точки сбыта сельхозпродукции в Лобинском районе действительно выход. Ведь агропромышленный комплекс в муниципалитете – одна из ведущих отраслей. Здесь даже планируют заложить первый на Кубани эко-сад площадью 32 гектара. За время рабочего объезда Вениамин Кондратьев посетил предприятие, где выращивают овощи, используя принципы органического земледелия. То есть абсолютно без применения каких-либо химических удобрений. Семена овощей засевают не протравленными, а в качестве защиты от вредителей и болезней только специальные биологические средства. Все, что здесь мы видим, выращено без применения химических удобрений. Абсолютно точно. Вы знаете, вы абсолютно верно действуете и двигаетесь сегодня, потому что у нас сегодня очень взыскательный потребитель. И есть та категория, которая, знаете, как в народе говорят, заморачивается насчет экологически чистого продукта. И это их право. А мы должны не растеряться. Мы – это аграрии, селяне. И мы должны дать такое предложение, которое будет устраивать всех. Сегодня все уровни полок мы должны заполнить. Именно продукция, которая производится в Краснодарском крае. В том числе и та верхняя полка, которая называется эко-продукция, эко-овощи, эко-фрукты. Принципы экологичности соблюдаются и на одной из крупных животноводческих ферм в Лобинском районе. Коровы здесь круглый год пасутся на свежем воздухе. Мясное стадо более чем в две тысячи голов. Все одной абердин ангузской породы. Именно качество кормов и такие особенные условия содержания впоследствии влияют на качество мраморной говядины. Мы всегда говорим, где определенные преимущества того или иного муниципального образования, которое можно сегодня использовать, в том числе и в конкурентной среде, чтобы максимально муниципальное образование, максимально инвесторов привлекло. Или вот это, используя собственный потенциал, вот те ресурсы, максимально добилось экономического роста, развить. И вот все-таки Лобинский район и иные районы предгоря – вопрос мясного животноводства. Здесь нужно повнимательнее посмотреть. Это зона, которая сегодня способна давать не просто говядину, а дорогую говядину. Тот продукт, который сегодня очень востребован на рынке и краю, ну конечно и страны, а на внутренний рынок страны, конечно, выходить нужно. Действительно, вот это предгорье, то, что раньше не могли фермеры его предпособить по что-то, для животноводства, для крупного, среднего, оно уникальное. Поэтому мы обязательно будем всячески содействовать. Мы проводим инвентаризацию всех земельных участков до 1 декабря. И все свободные земли будем либо под животноводство, либо под тепличное хозяйство, чтобы с дальнейшей переработкой. Поэтому вашу задачу будем исполнять. Своими впечатлениями после объезда по Лобинскому району губернатор делится уже на традиционные встречи с местными жителями. Рекордный урожай зерновых и зернобобовых вывел район в лидеры в своей южной предгорной зоне. Каждый рубль, который вложили в эту отрасль, приносит в казну муниципалитета больше двух рублей. Развитие животноводства – это еще один важный пункт в краевой целевой программе по развитию сельского хозяйства. Господдержку в развитии молочного животноводства нужно усилить, настаивает губернатор. Смотрим небольшой материал из Тбилисского района. Семь квадратных метров на каждую буренку и полная свобода действий животного. На этой ферме в Тбилисском районе переходят на беспривязное содержание коров. В новый корпус они переедут уже через две недели. После того, как буренки смогут сами планировать свой распорядок дня, здесь планируют увеличить надои молока. Полежала, отдохнула, пошла, поела, пошла, попила, полежала, опять отдохнула. Коровы производят молоко только когда лежат. И если им есть где комфортно лежать, молока, естественно, будет больше. О новой технологии аграрий рассказывают главе региона. Вениамин Кондратьев замечает, как преобразилась старая ферма. За 30 лет ее не раз реконструировали. Сейчас здесь больше двух тысяч дойных коров. Однако перевести всех на свободный режим дня довольно затратно. Для строительства таких корпусов требуются немалые деньги. Вениамин Кондратьев предлагает усилить меры поддержки. Ведь сегодня аграрьев нужно мотивировать, чтобы они развивали молочное животноводство. Продумать, о чем можно расширить господдержку в части развития молочного животноводства. И компенсация должна быть за тратки строительства фермы. Давайте и это направление расширим. Но я еще раз подчеркиваю, оно будет востребовано. И сегодня жизнь показывает, что молоко, кубанское молоко, на самом деле, оно высоко ценится. В том числе и нашими кубанскими молокоперерывальщиками. Поэтому если конкуренция идет за качественное молоко, давайте сделаем предложений больше на рынке. Всего лишь на все. Рыночным способом. Мотивировать нужно сегодня и бизнес агропромышленный, и селян, чтобы не занимались молочным животноводством. Министерством сельского хозяйства Краснодарского края разрабатывается программа стратегии развития молочного отрасли на Кубани. Вот в этом программе все представим и внесем предложение по дополнительному стимулированию. Коллеги, на самом деле так оно и есть. Если хозяин любит землю, и земля любит хозяина, возвращает ему сполна. Это принцип, который был всегда на Кубани, и он остается. Дверицкий район готов к изменениям и развитию. К примеру, аграрии доказали мощный потенциал отрасли АПК в муниципалитете. Район стал абсолютным лидером по итогам уборочной кампании в центральной зоне региона. Это мощный задел на будущее. Власти готовы поддерживать темпы роста. Всего на развитие района в этом году уйдет больше 600 миллионов рублей. Деньги должны сделать жизнь в станицах Двилисского района еще привлекательнее. Один из важнейших пунктов краевой целевой программы – это стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Надо отметить, что деньги в развитие АПК Кубани готовы вкладывать и зарубежные инвесторы. Так, например, немецкая фирма «Штиль» готова вложить средства в производство инструментов для сельского хозяйства. На территории края немецкая компания работает уже 4 года и зарекомендовала себя как надежный инвестор. Как считают руководители иностранной фирмы, вложенные инвестиции в регионе полностью окупятся. Уже сегодня под свои предприятия они зарезервировали около полутора гектаров земли на Кубани. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что краевые власти готовы максимально поддерживать компанию, если ее руководство решит открыть новое производство. Темпы, с которыми развивается ваша компания в Краснодаре, вызывают уважение и удивление, в том числе и наших местных инвесторов. Я думаю, с такой же активностью и вашей смелостью нам недалеко до открытия, на самом деле, производства моторных инструментов. Тем более, инструменты фирмы «Штиль» очень полюбились не только, наверное, жителям Краснодарского края, но и обленной части России. Конечно, если будет на то ваше решение об открытии производства моторных инструментов в крае, мы можем оказать поддержку в виде налоговых льгот, различных преференций, для того, чтобы вы могли максимально быстро возвратить вложенные инвестиции. И для этого у нас существует очень гибкое, комфортное законодательство для инвесторов, которое и позволяет инвесторам чувствовать себя удобно в нашем регионе. Наши газонокосилки мы действительно можем производить не только в Германии, тем более, что там это стоит очень дорого, а производство в России в таком выгодном с точки зрения климата регионе, в Краснодарском крае, это действительно хорошая идея. Моторные пилы и газонокосилки «Штиль» – одни из самых продаваемых в мире. Вот уже почти 50 лет свою продукцию компания поставляет более чем в 160 стран. А теперь о важном заявлении Ибнямина Кондратьева касаемо внесения изменений в процедуру получения патента для наименования места происхождения товара. Сейчас, к примеру, кубанская может называться любая продукция, которая производится в регионе. Однако, чтобы получить такой статус, не обязательно делать товар из местного сырья. Об этом говорили на совещании в Краснодаре. Там обсудили способы присвоения товаром наименования места их происхождения. Сейчас, чтобы назвать продукцию кубанской, достаточно лишь выпускать ее в регионе. При этом не обязательно делать товар из местного сырья. «Если бизнесмен поставит фасовочную линию рядом с Новороссийском, привезет рис непонятно откуда, в порту его разгрузит, для плечи 1% риса возьмет кубанское, а 99% будет непонятно откуда. Он уже будет писать, произведено на Кубани. Мы фасовщиков поддерживаем. Расфасовщиков, а не производителей. Притом непонятно, какой продукции, какого сырья, откуда привезенного и в каких условиях вообще выращенного. Вот таким слоем химии, политным, это рис или непонятно что. А мы пишем, произведено на Кубани. Мы сами убиваем изначально кубанский бренд. Мы и с краевого уровня начинаем, и будем выходить на федеральный уровень в части внесения изменений, как в Гражданский кодекс, так и в подзаконы, нормативные акты об установлении четких, жестких критериев. И сколько должно быть сырья произведено здесь, на Кубани, для того, чтобы он мог являться тем самым производителем, который имеет право заходить в ту или иную группу товаров». На Кубани уже составили список групп товаров, которые могут претендовать на присвоение географического наименования. Инициативу Краснодарского края поддержали в Совете Федерации. Все это позволит не только защитить местных производителей от фальсификата, но и в целом положительно скажется на имидже региона. «Продукция, которую вы производите, которую мы производим в Краснодарском крае, она востребована и жителями нашего региона, но и жителями страны. А все, что востребовано, начинает подделываться недобросовестными, мягко говоря, производителями. Поэтому, конечно, сегодня мы должны защитить свою качественную продукцию. И получение патента по месту происхождения товара сегодня необходимая мера с точки зрения защиты от недобросовестной конкуренции кубанской сельхозпродукции. Следующий шаг обязательно, чтобы по-настоящему патент в себя включал и требования к кубанскому переработчику, к кубанской продукции, в том числе, как минимум 70% в той или иной баночке должно быть сырья, который выращен или произведен на Кубане. Мы будем помогать делать сопровождение федеральных структур, чтобы там проходили эти вопросы, скажем, достаточно оперативно. Но от того, кто получит патент, зависит, чтобы качество он не снижал». В Краснодарском крае уже работают механизмы, которые защищают и продвигают кубанские уникальные товары. Например, выпуск вина, защищенным географическим наименованием и присвоение товарного знака «Сделано на Кубане». Но производимые на Кубане товары должны быть высокого качества, а это синоним безопасности. Борьба с фальсификатом – это одна из главных задач. Об этом шла речь на встрече Вениамина Кондратьева с новым главой Роспотребнадзора Кубани Марии Потемкиной, которая возглавила ведомство. Давайте послушаем. Мы край, который по численности третий регион в стране. Понимаешь, что рынок сбыта не только для качественной продукции, нашей продукции, но и для тех, кто хочет привезти туда некачественную продукцию. Мы так все стараемся работать на репутацию и в целом Краснодарского края, и, конечно, нашего Черноморского побережья, курортного побережья. Потому что мы же не только жительцы, мы же и здравницы. Поэтому здесь огромная просьба быть максимально принципиальной, в том числе и с производителями. В целом защищать сегодня потребителя в рамках своей компетенции от некачественного, недобросовестного товара. Его человек очень профессиональный, еще раз подчеркнув, опытный, принципиальный. Я думаю, что сегодня Роспотребнадзор наш, краевой, приобрел такой артель, который сможет, на самом деле, в тупленной части навести порядок. Сегодня у нас и с контрафактом, и с фальсификатом. Мы будем в дальнейшем бороться за качество рынка, бороться с фальсифицированной, недоброкачественной, контрафактной продукцией, как это пищевая, так и не пищевая продукция. Ну и подводя итог нашей передачи, я напомню, что в Краснодарском крае действует краевая целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На развитие сельского хозяйства в регионе направлен 1,2 млрд рублей. Аграрный сектор экономики края – это 25% валового регионального продукта, тысячи рабочих мест и множество проектов, способных значительно улучшить социально-экономическое положение на селе. Но сегодня перед всеми ветвями власти в крае стоит стратегическая задача превратить агропромышленный комплекс Кубани в современный мощный аграрный бизнес международного уровня, отвечающий самым высоким требованиям, прежде всего в отношении качества производимой сельхозпродукции. Но сегодня краевые власти делают все необходимое для того, чтобы каждый покупатель доверял и знал – кубанская, значит, отличная. Ну и на этом мы заканчиваем. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет Краснодарский край – житница нашей страны. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин